Добрый день дорогие друзья с вами на свете Светлана Молодежникова и сегодня мы с вами создаем шапку для вашего канала для того чтобы нам создать шапку нужно взять заготовку сейчас мы с вами это все рассмотрим я это делаю в программе powerpoint вы можете взять заготовку и сделать ее в любой другой программе какой вы владеете в частности в фотошопе там в поинте и так далее я вам сейчас покажу как это делается в powerpoint и так давайте посмотрим что вообще у нас за заготовка такая открываю вот эту страничку этот слайдик и здесь в самом центре у нас то что будет видно на мобильном телефоне чуть-чуть пошили часть это будет видно на планшете вся полоса это будет на дисктопе то бишь на компьютере широкоформатным вот только эта полоса обратите внимание а вот это все будет видно на телевизоре эти на телевизоре смотрят конечно мало народу но тем не менее нужно их тоже уважать чтобы у них тоже была был полный как говорится и экран о чем это говорит все что мы хотим разместить у нас должно быть размещено вот в этом самом центре не знаю как у вас а у меня уже количество людей которые просматривают с мобильных устройств приближается к 50 процентам то есть мы должны все уместиться вот в этом самом светлом прямоугольнике все все основные данные мало того в этом прямоугольнике вот где-то вот здесь вот вверху но вы увидите на шаблоне который я вам еще дам вот в этом месте у вас будет логотип то есть здесь ничего такого тоже серьезного не должно быть размер вот этой вот шапки заготовки шапки у вас должен быть 2560 на 1440 как нам сделать так чтобы нам на этой вот какой-то выбранной нами картинки можно было выделить вот эту вот область для этого я сейчас сделаю разметку я ее вот сделала то есть я на вот этот шаблон нанесла прямые линии вертикальные горизонтальные вот они и у вас в раздаточном материале будет два слайда один вот эти два слайда абсолютно одинаковых тем чтобы вы могли если вдруг один испортите то соответственно сделать дубль от этого слайда кстати говоря это делается очень просто вот правой кнопкой здесь вот в этом месте нажимаете пишите дублирует слайд чтобы вы могли дублирует слайд теперь я уже заготовила картинку которую я хочу использовать в качестве фона я ее вот копирую вы находите картинку там в интернете на тех сайтах которые вам нравятся и я эту картинку переношу вот на этот слайд с разметкой теперь разметки как говорится не видно но ничего страшного нажимаем на кнопку упорядочить и выбираем на задний план и у нас появляется разметка для моей картинки разметка может быть и не очень так сказать видно но тем не менее ее можно заметить то есть все что мне надо я должна поместить вот в этот вот прямоугольничек теперь я беру и делаю надпись но честно говоря я уже сделала я вам поэтому это покажу вот моя надпись я сейчас ее беру чтобы мне не переделать второй раз вы делаете надпись обычным способом вот сюда вставлю там у меня было две строчки поэтому я сейчас растяну это дело и теперь мне надо сделать так чтобы я все таки поместилась вот в эту центральную часть поэтому мне надо будет чуть-чуть вот сюда сдвинуть ну я могу это сдвинуть еще ниже я так и хочу сделать пониже вот так ну дальше вы можете тут применять как то есть шрифт выбирать там какое-то все такое прочее вот я на этом деле остановлюсь и и теперь мне надо убрать вот все то что у меня здесь вот лишнее ну прежде всего вот это вот убираем а теперь мы попробуем сейчас вот этот вот мы его на задний план отправляли а теперь мы отправим это дело на передний план вот у нас только вот единственное что у нас пропала это вот надпись что конечно не очень удобно тогда мы делаем так возвращаемся надпись у нас есть и теперь я делаю вот что я беру вот эту фотографию и избираю это вниз теперь мне видны все эти вот штучки я их по очереди удаляю отдельно все нормально все легко но чтобы вот эту еще удалить еще раз сюда спускаю все я все полоски удалила и теперь ставлю на место вот эту вот картинку все не все на месте все есть теперь я делаю с этой картинки скриншот ты можно конечно сохранить сохранить вот это вот все сначала сохранить презентацию потом сохранить как рисунок но скриншот сделать в общем-то быстрее пусть так будет так и мы берем сейчас делаем скриншот с этого вот так и сохраняю я этот файлик сохранил теперь я иду в папку где у меня сохранился этот файл открываю открываю с помощью microsoft офис пикче менеджер стандартная программа с помощью microsoft офис пикче менеджер открыла тут можно авто замены поиграть если захотите мне не надо это так мне вот вполне все устраивает мне сейчас нужно сделать так чтобы вот этот рисунок меня был близок к тому формату который нам нужен а нужен нам напоминаю формат 2560 на 1440 изменить рисунки изменение размера ведь он у нас маленький мы здесь ставим без всякого сомнения 200 процентов окей у нас получается 1928 все равно нам надо больше значит 2400 2500 так нам нужно еще раз вернемся я не помню точно размер так 2560 на 1440 2560 на 2526 еще 45 ну вот так 2564 на 1447 чуть-чуть побольше мы не будем ничего корректировать мы нажмем на окей пусть чуть-чуть будет побольше ничего страшного возврат к изменению рисунков и смотрим сжатие 1 и 4 мегабайт нормально у нас там можно даже до 4 мегабайт вот теперь мы вот эту картинку файл сохранить как мы ее сохранять будем там же и под тем же номером только тире 1 это все теперь мы создали уже эту картинку сейчас я сначала попробую изменить это на своем запасном канале посмотрю как это будет смотреться если у меня все устроит то соответственно я изменю и на своем канале а и а и и Субтитры создавал DimaTorzok